Субтитры создавал DimaTorzok О крещении водой и духом Перед нами стоит один из важных вопросов, является ли обливание или крапление при таинстве крещения действительно? Перед тем, как перейти и дать утвердительный ответ на данный вопрос, давайте разберем все по порядку. В православном катехизисе сказано, крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святаго Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую. Так как крещение есть духовное рождение и родится человек однажды, то и таинство не повторяется. Вообще крещение значит погружение. Крестить значит погрузить, окунуть. И мы от апостолов имеем древнейшую традицию троекратного погружения. Скажем, баптисты погружают, но в одно погружение. Католики кропят и обливают, а мы должны погружать в три погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это образ смерти с Господом и воскресения с Господом. Великое Таинство Крещения установлено самим Господом нашим Иисусом Христом, сказавшим ученикам своим. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28, 19, 20. Ранее в ночной беседе с Никодимом Господь показал великую важность и необходимость Таинства Крещения, как средство очищения от грехов и духовного возрождения. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово крестя по-гречески баптизантес, что означает погружая. Всюду, где стоит слово крестить, в греческом оригинале стоит слово погружать. На вопрос нежелающих крестить полным погружением, где же в Священном Писании говорится, что именно полным погружением нужно крестить, ответ самый точный. Везде, где стоит слово крещение, крестить, ставь слово погружение, погружать. Такой перевод дан на всех языках мира, и только в русском и славянском языках слово крещение подчеркивает духовный смысл от слова крест. Приготовиться страдать. Символ погребения. Римлянам 6.3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Когда, например, взрослый человек хочет креститься, то есть нужно окунуть его, троекратно окунуть его во имя Отца и Сына и Сына, и Своего Духа, чтобы он сошел в гроб к Иисусу на три дня и восстал вместе с воскресшим Иисусом из воды. Есть вопрос? Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Такой вопрос. Некоторые священники крестят младенцев таких полупогружением, то есть до головы и на голову льют. Вот меня это смущает, ну, потому что я слышал, что по канонам положено полным погружением, да? Ну, они боятся утопить, условий нет, там купели маленькие, то есть они младенца ногами толкают. Ну, некоторые крестят, в чем вопрос-то? Ну, правильно это или нет? Да какая разница? А теперь давайте послушаем, что нам говорят святые мужи нашей православной церкви. Апостольское правило 50. Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, даваемое в смерть Господню, да будет извержен. Священный исповедник Никодим Милош поясняет, в этом правиле предписывается совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемого в воду. Причем духовное лицо, не совершающее таким образом крещение, должно быть извержено из своего сана. Употреблять при крещении вместо погружения обливания строго запрещено, кроме случаев болезни. Церковь строго следила за тем, чтобы крещение в обычных случаях совершалось только через погружение, а не через заболевание. Так что воспрещало даже принимать в клир лиц некрещенных, вследствие некоторых исторических причин, греческой и русской церковью было предписано перекрещивать рима-католиков, переходящих в православную церковь. Эти предписания мотивированы, между прочим, и тем, что рима-католики крещены обливанием, а не погружением в воду, вследствие чего крещение их считалось еретическим и стало быть недействительным. Конец цитаты. По канонам, значит, обливанец не может быть священником. Если человека крестили обливанием, то он, по сути, как бы даже дальше не идет. Но у нас вся церковь обливанная на самом деле. Меня тоже крестили обливанием. Меня во Львове крестили обливанием. Во Львове никто никогда никого не погружал. Там все испорчены католицизмом. Обливанец не может быть священником. Святой Лука Война-Ясенецкий в обращении к священникам пишет. Западное крещение обливанием, к сожалению, проникло и в Крымскую область. Я должен в последний раз заявить, что, считая долгом, завещанным мне от Бога, искоренить в моей епархии крещение обливанием. По верной пословице, лихая беда начала, некоторые, не имеющие страха Божьей священники, привыкнув крестить обливанием, доходят до того, что даже обливание заменяет поливанием водою или даже окроплением только головы, стоящего в одежде крещаемого. Так нечестиво крещеных, конечно, надо перекрещивать в кавычках, ибо таинство над ними не совершено. Итак, что же требуется для крещения? Вера и вода. Сегодня же нет ни первого, ни второго. Младенцев крестили в основном в храме, в купеле с полным погружением, но иногда и в реке. Уже тогда небрежны были священники на Украине и в Белоруссии, впавшие в унию, соседствуя с католиками и научаясь по их обычаям и книгам небрежению. И вот мы видим, как украинцы и белорусы хлынули на заработки в Россию, в Сибирь, до Дальнего Востока. Буквально все заразили латинским ложным крещением, бродобритием, табакокурением, театральностью в служении. И разложили русскую православную церковь изнутри своим латинством и неверием. И ныне не творят даже обливания, против которого боролись святые отцы, а просто едва мокрой ладонью мочат волосы на голове. Ныне идет мочение лбов. Полная противоположность евангельскому повелению, соборам, святым отцам и даже не обливания, а жуткой профанации крещения. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Иеремия 48, 10. Меня крестили в 20 лет в советское время без погружения. Побрызгали на голову. Действительно ли это крещение? Надо ли перекрещиваться? Церковь верует в единое крещение, в оставление грехов. Крещение – это неповторяющееся таинство. Следовательно, в любом случае человек крещен. Цитирую. «Вообще священникам должен иметь в виду, что правила апостольские, 46-е, 47-е, 2-го Вселенского Собора, 7-е правило, 6-го Вселенского Собора, 92-е правило, Василия Великого, 1-е правило, запрещают вновь крестить всякого поистине имеющего крещения». Вот это поистине имеющего крещения прямо выделено отдельным шрифтом. И поясняется. То есть, крещенного правильно. Общая мысль правил есть та, что крещение, если совершено правильно и по существу его, и по внутреннему значению, и по внешнему образу, или по форме, одним словом, по изначальному установлению, то оно не повторяется. «Напротив, неправильно совершенное крещение не должно быть принимаемо, как не имеющее силы таинства и по выражению 47-го апостольского правила, служащее только по смеянию креста Христова». Но что хочется сказать в общем, то есть, наставление какое дается, что если и по внутреннему содержанию, и по внешней форме таинство совершено верно, то священник не имеет права такого человека перекрещивать. А если крещение совершено неправильно, то есть, с нарушением, поэтому, когда мы совершаем обливание или кропление, то, по сути, мы нарушаем саму внешнюю форму таинства. Однако, здесь надо заметить, что в древней церкви не перекрещивали тех, кто крещен был обливательным крещением. Сейчас вот отец Георгий говорит явно неправду. Я не знаю, как он это делает, сознательно или несознательно, меня это мало интересует, но он просто вводит людей в заблуждение. То, что в древней церкви не перекрещивали, ну давайте начнем так вот, с русской древней церкви. К примеру, 1620 год выходит постановление, при котором церковный собор предписывает для всей русской церкви крестить обливанцев. Постановление 1620 года. Также католики, когда разорвали отношения с Константинополем, то есть паписты с православными, когда разорвали отношения, католики предъявляли православным то, что до разрыва отношений постоянно Константинополь крестил римских христиан. Легат Папы Римского указывает, что вы постоянно крестите тех людей, которых мы считаем крещеными. И вот как раз Константинополь никак на это не реагирует, что это правильно или неправильно. То есть речь идет не о том, что они второй раз крестят людей крещеных, не об этом речь идет вовсе, а крестят именно облитых. Если человек не имеет достоверных доказательств, что он был крещен в детстве, то должен немало не сомневаясь принять крещение, хотя бы оно могло оказаться вторым при недоказательности детского крещения. Шестой Вселенский собор, правило 84. Определяем о младенцах каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Стоит также добавить о том, что повторение крещения, которое было совершено каноническим священникам, с правильным произнесением формулы – это тяжкий грех. Многие, к сожалению, этого не понимают и думают, ну, перекрешусь на всякий случай. Поговорим на этот счет отдельно и более подробно. Почему это тяжкий грех, когда повторяется крещение? На самом деле, поводом для того, чтобы так считать, служат правила святых апостолов. Мы сейчас это правило с вами сочетаем. Это правило 47-ое. Епископ или призвитер, если поистине имеющего крещение, вновь окрестит, или если от нечестивых оскверненного не окрестит, да будет извержен, как посмеивающийся кресту и смерти Господней, и не различающий священников от лже-священников. Итак, мы читаем толкование. Зонара пишет. Единокрещение предано христианам. Итак, того, кто имеет крещение по заповеди Господа и по преданию божественных апостолов и отцов, ибо это значит выражение поистине, вновь перекрещивать. То есть сначала и сполна, как крестят еще не крещеных, нечестиво. То есть как эту часть правила можно перевести на современный русский язык? Погруженных трижды во имя Святой Троицы по апостольским преданиям и по правилам Святых Отец, что значит истина, крещеных. Не надо погружать еще раз. Логично и понятно, да. Не надо их погружать. Стоит напомнить и то, что говорится об этом в символической вероучительной книге православной церкви «Православное исповедание». Там говорится о крещении. «Все это таинство, принятое однажды, не повторяется, если только крестящий православно верует в единого трипостатского Бога, и если он вышесказанные слова во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, произнесет точно и неизменно по разумению кафолической и православной церкви». Так что если человек был крещен священником в канонической православной церкви с правильным произнесением крещальной формулы, то это крещение действительно, и не стоит о нем сомневаться. Но, как говорит Писание, лучше воспользоваться, и поэтому я еще раз повторю, что если речь идет о том крещении, которое вы готовитесь совершить, то тогда нужно озаботиться о том, чтобы оно было совершено трехкратным погружением. И мы ее сейчас будем цитировать полностью, а не так, как это делает Отец Георгий. Вопрос 102. Что есть первое таинство или крещение? Ответ. По словам спасителя нашего, «Аще кто не родится водой и духом, не может внить и в Царствие Божие». И дальше поясняется. «Сие таинство, принятое однажды, не повторяется, если только крестящий, то есть, как здесь написано, трехкратно погружающий, православно верует во единого трипостасного Бога, если он, вышесказанные слова, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, произнесет точно и неизменно по разумению кафолической и православной церкви». То есть, смотрите, что сказано. Если человека крестили трехкратным погружением с призыванием лиц Святой Троицы, то такового крестить заново нельзя. То есть, представьте, прямо вопрос задан, прямо отвечается, что крещение есть омытие и истребление первородного греха посредством трехкратного погружения. Прямо четко написано «трехкратного погружения». Знаете, это напоминает анекдот, где священник протестанту показывает одну фразу, где написано «Иуда повесился», и другую фразу, где написано «иди и делай так же». Так же и здесь. Такой принцип работы с текстами, он недопустим. Это хулиганство на самом деле. Может ли епископ или патриарх, или даже сенот заставить священника поступать вопреки правилам святых соборов? Никогда и никому сие не позволяется. Православные члены клира свободны о подчинении отступивших от православия епископам. Что значит «отступивших от православия»? Поступающие вопреки святого писания, предания, вопреки соборным правилам святых отцов. Седьмой Вселенский Собор первое правило. Мы с радостью, с любовью принимаем божественные правила и храним в целости и без изменений их постановления, изложенные трубами Духа с большой буквы, всехвальными апостолами, а также шестью святыми вселенскими соборами и соборами, собиравшимися поместно для изложения таких постановлений и святыми отцами нашими. Все они, будучи просвещены одним и тем же Духом с большой буквы, определили полезное. Шестой Вселенский Собор второе правило. И никому, да не будет позволено вышеуказанные правила искажать или отменять или принимать другие, помимо установленных. Если же кто будет уличен в том, что изменяет какое-либо правило из вышеуказанных или пытается его отвергать, то будет повинен против этого правила. Он понесет епитимью, какую оно назначает, и через то, в чем приткнулся, получит исцеление. Иоанн Зонара толкует, а кто не так мыслит и делает, думает и проповедует, тех подвергает наказанию и предает анафеме. Ибо мы не можем говорить, не прибавлять ничего к принятому святыми отцами, не отнять совсем что-нибудь. Если вы крещены в канонической церкви каноническим священником, не смущайтесь, Бог ваше крещение принимает за крещение, как и в древней церкви было. Вот видите, о чем я и говорил, что священство Русской Православной Церкви очень часто говорит от имени Бога. Просто не смущайтесь. Вот Бог это принимает. А что вы за Бога-то решаете? Тем более, что Христос уже изложил свою волю святым апостолам. Они это и записали. Сделали правила для церкви. Вот он их изложил. Тем более, что Христос в этом, я сомневаюсь, что участвует. Ведь я сомневаюсь, точно не утверждаю, но я сомневаюсь, что он участвует в этом. Это духом святым было изложено все апостольское предание и правило в том числе. И пятидесятое правило святых апостолов, которое в церкви всегда понималось однозначно, это было сделано святым духом. А теперь вот святому духу приказывают действовать вот в таких хулиганствах участвовать. Вывод такой. Если мы не помним крещены мы в детстве или нет, или недостоверных свидетелей, именно достоверных, то по правилам церкви принимаем крещение немало не сомневаясь. А если мы знаем, что облиты или окроплены, то необходимо восполнить таинство троекратного погружения в воду. Говорить, что это перекрещивание или второе крещение в корне неверно, так как крещение, то есть погружения не было, а было обливание, миропомазание уже делать не надо. Крещение в кавычках обливанием действует только при сильной немощи, если человек парализован или еще что препятствует для полного погружения. Такое крещение обливанием считают действительным. Но чтобы обливали или мочили лбы здоровым людям, это, как сказано выше, жуткая профанация крещения. Давайте не будем забывать слова Христа. Матфея, 15 глава, с 12 по 14 стих. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искорениться. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok